Мегамир Всем привет, с вами Кевин Браш и Мегамир Дубай. Сейчас в это сложно поверить, но Дубай – одно из самых оживленных в местной планете. Как видно за моим плечом, сейчас Дубай работает 40% всех подъемных кранов в мире. Поверьте, строительство не останавливается никогда, даже ночью. Сейчас я стою на чуде современного света. Это Пальмовые острова, самые большие острова, искусственные острова в истории. Просто не верится, что такое возможно построить. Это вершина инженерной мысли, но Пальмовые острова – лишь вершина айсберга Дубая. Это величайшее место во всех смыслах. Жизнь в Дубае просто бурлит. Это бесконечная стройка. Это курорт для богатых. Здесь вы найдете все самое лучшее и большое. От высочайших в мире зданий до первой крытой горнолыжной трассы. А жизнь так и продолжает кипеть. Главная проблема – мы недостаточно быстро строим. Подрядчики настолько загружены, что самая сложная скорость. За последние пять лет Дубай построили 80 тысяч квартир и особняков, превратив город из далекой сонной пустыни в могущественный экономический центр мира. Дубай – это одно из семи государств Персидского залива, образующих Объединенные Арабские Эмираты. В каждом Эмирате есть свой правитель. Наш президент говорит, Мне не нужно то, чего придется ждать 20 лет. Я хочу то, что увижу в течение пяти лет, что-то, что увижу своими глазами. Я хочу сделать что-то для людей прямо сейчас. В отличие от соседей по проливу, в Дубае мало нефти, но это возмещается людской изобретательностью. Может быть, это благо, ведь, будь у нас нефть, мы бы не работали так усердно. Но мы работаем сутки напролет, чтобы расти. Некоторые части Дубая действительно поднялись из моря. Идея пальмовых островов решала две проблемы – создание потрясающих пляжей и строительство многих тысяч элитных владений. Дело не в том, что нам нравятся пальмы, бананы тоже красивые, яблоки тоже. Но только в форму пальмы можно было оплечить и 70 километров. Первый остров назвали Палм-Джумейра. Вслед за ним появился еще больший остров Джебе-Али. Третий остров Пальм-Дейра еще строится. За последние шесть лет мы создали в Дубае 800 километров пляжей, конечно, осталось еще 700. Третий – самый большой пальмовый остров. Потрясающе, но неудивительно. Здесь, в Дубае, все делают с размахом. Раньше здесь было только море. Всего этого песка не было, он лежал на глубине 10 метров на морском мире. Как же можно превратить Аравийское море в многомиллионный пляж? Нужно совместить очень умных людей и сверхмощные драги. Колоссально. Здесь просто замечательно копать. Мы строим по всему миру. Все потому, что люди часто бывали здесь. Кто-то начал делать Пальмовые острова, а теперь... Все остальные тоже хотят такое. Для этой работы нужна целая армия драг. Материалы, с которого построены острова, берут примерно в 20 морских милях от берега. Для поднятия грунта со дна мы используем разные оборудования. За один раз мы поднимаем со дна примерно 5 литров грунта. И каждый день урастает гора песка. А тем временем буро проделывает каналы внутри пальмы, врезаясь в 13-метровую скалу. Это буро. В зависимости от породы мы используем разные буро. Этот используем для скал, потому что верхний слой здесь скалистый. Хитрость в том, чтобы получился хороший, гладкий канал. Эти монстры могут работать без замены, в 8-10 часов. Излеченные с туннеля породы потом используются для понтона. Когда груда осадочной породы растет и растет, мы применяем технику радуга. В результате взвешенная в воде порода стекается в твердую массу, которая держится на воде. Оператор сверяется с GPS. Когда дело сделано, добавилось еще 10 метров песка. Теперь в него погружают вибрирующие стальные стержни, чтобы получилась твердая земля. Ствол пальмы Джабе-Али почти готов, в том числе 14 километров несущих стен. Шейх Мухаммед настаивает на использовании в море только органических строительных материалов. И поэтому вместо бетона здесь булыжники. Булыжники позади меня добываются в 200 километрах отсюда. Каждый день мы привозим около 40 тысяч тонн. Круглосуточно курсирует примерно 800 грузовиков. Этот проект стоимостью полтора биллиона долларов предоставит потрясающие дома у моря таким людям, как Эндрю Мартин Дюкс. Мы на острове Джумейра. Добро пожаловать в мой дом. Я всегда хотел жить у моря. Когда появился этот проект, я сказал себе, если у меня хватит средств, я буду там жить. Дюкс в 2005 году уехал из Великобритании, чтобы не платить налоги. Недавно он продал свою компанию электронных открыток за несколько миллионов. Сегодня он счастливый пенсионер. Невероятно сказочный. Каждый день спускаться из дома на собственный пляж к воде. Прекрасно. Три года назад здесь ничего не было. Не возвышались эти дома за моей спиной. Три года назад здесь стояло всего два здания. Да, Дубай удивительно быстро развивается. Но благодаря всем этим домам, дороги Дубая и так переполненные станут еще хуже. Поэтому срочно строят 70-километровую линию легкого метро. А также создается двухкилометровый мост. Он чуть выше 200 метров и станет самым высоким арочным мостом в мире. Думаю, это окажет большое влияние на развитие недвижимости в Дубае. А мост до некоторой степени поможет людям из пригорода. Они впервые смогут попасть в столицу без собственной машины. Дело в том, что помимо шести автомобильных полос в каждую сторону, мост будет соединяться с железной дорогой, и на нем расположится железнодорожный вокзал, от которого можно доехать до строящегося оперного театра, одного из проявлений вечно растущего Дубая. От строительной гонки к совсем иным гонкам. Я говорю о скачках верблюдов. Да, это древний вид спорта с, несомненно, современной чертой. Жокеями, роботами. Смотрите далее. Мегамир Дубай. Мегамир, снова с вами. Я Кевин Браш, и это мой друг верблюд Сариф. Эти животные действительно очень популярны в Эмиратах. Для них даже устраивают конкурсы красоты. Сариф недавно победил в одной номинации, а еще, говорят, Шейк купил за 7 миллионов долларов двух породистых скаковых верблюдов. Скачки верблюдов крайне популярны в Эмиратах, и сейчас мы покажем вам все закулисное сумасшествие на таких бегах. Ну, поехали! Ей что-то волшебное в рассвете в пустыне. Почти как в сцене из Библии. Ну, а теперь перемотаем на пару тысяч лет вперед, добавим телевизор механических жокеев и получим спорт королей. Это самое популярное зрелище в Арабских Эмиратах. Ты можешь сказать номер первой. А если первого кто-нибудь обогнал, что ж, это скачки. Абдулла Рахман Амин знает это, ведь он лучший комментатор скачек в Дубае. Сегодня важный день для фанатов скачек. Сегодня фестиваль верблюжьих бегов. Очень удачно, что удалось попасть на скачки именно в этот день. Как видите, собралось много участников. Это лучшие среди новичков Среднего Востока. Верблюды и дрессировщики собрались перед стартом, чтобы получить номера. А теперь мчатся на старт. И первое испытание — это не допустить панического страха у верблюдов. Они не пострадают, они знают, как защититься. Длина трассы — 5 километров. А верблюда могут разгоняться до 40 километров в час. Гораздо проще заинтересовать спортом, когда в наезднике перестали брать 4-летних детей, заменив их роботами из алюминий и пластика, но похожими на людей. Теперь верблюды не испугаются. Их дрессировщики едут рядом и выкрикивают командой своим питомцам. Звук и голос усиливают звуковая карта внутри жокея. Джойстик и кнопки дают жокею размахивать хлыстом и держать по воде. Кстати, он отличит мой голос от чужих. Это умнейшие животные в мире. Иногда гонки на четырёх ногах на ипподроме не так интересны, как четыре колеса на трассе. Сегодня нет фаворитов. Молодые верблюды непредсказуемы. Некоторые хорошо начали, другие хорошо продержатся, а третьи хорошо финишируют. У этих дрессировщиков верблюды поторопились. Напряжение растёт. Один дрессировщик не выдержал и кричит через окно. Похоже, между ним и верблюдом недостаточно тесная связь. Мы любим верблюдов, и они нас тоже. Он знает меня, я знаю его. Если бы у меня было десять верблюдов, среди них был бы любимец. Вот и как с детьми. Одного своего ребёнка ты любишь больше, чем остальных. Это не значит, что остальных не любишь, просто этого больше всего. Наследный принц Дубая обожает скачки. В каждый забег он выставляет своего верблюда. Это наша дубайская традиция, она быстро развивается, и наш народ любит верблюзь и бега. В мусульманских странах делать ставки запрещено, но предусмотрено множество призов. Верблюд-победитель забирает 30 тысяч долларов. Есть и другой способ заработать. Заглянем на шоу Кэнл Студио, где Абдул Рахман Амин и группа экспертов анализируют сегодняшние скачки. Это арабские эксперты по верблюжьим бегам. Мы говорим о первом заезде. Кто выиграл его, у кого было лучшее время. Сегодня победил верблюд наследного принца Нессара. Он дошел до финиша с очень неплохим результатом — 7 минут 35 секунд. Прекрасное время. Мы будем ждать новых рекордов. После такого чудесного начала неудивительно, что кое-кто решил использовать скачки в своих целях. Это пошаговая тренировка элитных подразделений дубайской полиции. Спецназ учится подавлять демонстрации против визита знаменитого дипломата. Все это очень напоминает реальную битву. На все происшествия необходимо реагировать немедленно. Например, протянуть оголенный провод, чтобы расчистить путь конвоя. Ни на минуту нельзя терять бдительность. Мы должны охранять этого человека. Мы должны охранять этого человека. Реагирование на бомбы на обочине — неотъемлемая часть упражнения. Можно его вернуть. К сожалению, впереди еще одна машина, которой люди загородили дорогу. Нужно слаженно провести цепочку действий. Полиция должна выявить бандитов, чтобы обезопасить высоких гостей, даже если потом их выследят. Также отрабатывается ситуация с захваченной машиной. В игру вступает робот Браво. На подозрительных машинах мы используем Браво, сажаем его внутрь для проверки, чтобы не подвергать опасности людей. Роботом, экипированным камерой и целым арсеналом мощного оружия, управляет из соседнего фургона. Вот этим можно разбить окно машины. Заходишь внутрь с камерой, проверяешь, и если есть подозрительная сумка, стреляешь в него вот этим, а вот это служит багажником. Багажник открыт, и робот идёт взглянуть поближе. Если на берегу всё чисто, сапёр идёт тщательно исследовать машину. Тем временем элитный отряд готовится штурмовать здание. Главное — время. Манёвр нужно провести как можно быстрее. На другой стороне улицы команда стренируется спасать заложника. Дубайские элитные отряды проходят серьёзную подготовку, работая с лучшими спасательными командами мира. Этот защитный отряд недавно сформировали, чтобы охранять высоко поставленных женщин. Когда такие события случаются на самом деле, они отслеживаются дубайским центром управления самой сложной системы наблюдения в мире. Мы получаем информацию с телефона службы спасения, три девятки, получаем звонки от дежурного офицера и, конечно, информацию с наших камер на дорогах и в важных местах. На этом чудо-экране в реальном времени показывается изображение с тысячи камер в окрестностях Дубая. Камеры находятся в значимых местах на улице. Они связаны с торговыми центрами и с золотым базаром. Это одна из критических точек в Дубае. Сейчас можно видеть, что там всё чисто. Эксперты приглядываются к языку тела и ищут подозрительную активность. При необходимости сразу же высылают помощь. Здесь видны только наши патрульные машины, но в центре управления мы видим все машины. Все мотоциклы, лодки, машины скорой помощи, машины-спасатели и даже наши вертолёты, полицейский патруль. Патрульные машины, встроенные бортовые компьютеры. Можно получить трёхмерное изображение каждого здания в Дубае, чтобы лучше спланировать действия при происшествии. Говорят, что в Дубае худшее дорожное движение на Среднем Востоке. Аварии случаются каждые три минуты. Поэтому команда спасателей всегда занята. Отрабатывается ситуация, и на двух человек упало строительное оборудование. Вызывается полиция, скорая, спасатели, санитарный самолёт. Такой аварий наше дело — спасти людей. Спасатели должны научиться обращаться с различными инструментами, чтобы не тратя драгоценного времени быстро вытащить пострадавших из-под обломков. Ведь такой ситуации дорога каждая секунда. У нас есть правила для всех битв. После звонка у нас есть 15 минут. Мы должны приехать на место в течение 15 минут и сразу же очень быстро отвезти пациента в больницу. Но кроме того, спасатели ежедневно выезжают на промышленные аварии. Самое частое — мойщика окон ударило током, и он потерял контроль над своей платформой. А значит, немедленно нужно лезть на крышу. Первое — это безопасность. Необходимо убедиться, что ты не станешь следующей жертвой. Тщательная подготовка сокращает возможные проблемы. Если приглядеться, здесь две линии. Если она перерезана, мы используем другую, как страховку. Теперь самое сложное — зацепить жертву и спустить на землю. Парамедики оказывают первую помощь и отправляют в скорую или в больницу. Прекрасная тренировка для элитных отрядов Дубая. Этим ребятам скучать некогда, так же, как патрульным машинам. Уйдем от шума и грохота большого города в экзотическую морскую жизнь Аравийского моря. Далее в программе — новый отель «Люкс» в Дубае с самым большим в мире открытым аквариумом. Снова с вами Мегамир Дубая. Потрясающее место. Эту фразу вы уже слышали, но поверьте, это действительно великая вещь. Полумесяц острова Джумейра, наверное, повезло. С него открывается вид и на материк, и на море. Сейчас над нами монорельс. Он будет привозить множество постояльцев отель и массу людей в эквапарк с аквариумом. Их ждет потрясающее зрелище, уникальный житель Аравийского моря. На первый взгляд, кажется, обычным бассейном при отеле, но на самом деле в аквариуме 11 миллионов литров морской лави. Его длина 75 метров, ширина 30, глубина 10 метров. Это живая морская среда. Здесь будет обитать 60 тысяч животных. Нелегко было подобрать правильную комбинацию видов. Пока в аквариум поселили 8,5 тысяч созданий, представляющих 40 разных видов. По документам здесь, в море живет больше 180 видов рыб, и мы постараемся как можно больше посадить в аквариум. Необходимо создать баланс и гармонию. Это живая среда. Чтобы все было идеально, нам нужно сбалансировать хищников и жертв. И чтобы всем животным было уютно в этих условиях. Большую часть рыб принесли местные рыбаки. Сначала в маленьком резервуаре их проверяют на болезни и травмы. У нас есть много рыб для этого аквариума, мы хотим заполнить его. С немного работы пересаживаем множество рыб. Чтобы было проще, уровень воды понижает, а рыбам дают легкое обезболивающее. Это шокирует их. Столько новых рыб. Некоторые рыбы кажутся дохлыми, но на самом деле они просто спят. Мы больше не обижаем их, просто ловим и пускаем в ванны. К тому времени, как они попадают в Амбассадор, они просыпаются. И ждет здоровая и счастливая жизнь в этом аквариуме. Короткое путешествие до аквариума, который теперь стал им домом. Мы выпускаем рыб в более мелкой части лагуны, чтобы в первые моменты в новом доме на них никто не напал. Первые полминуты в новых условиях порой пугают. Акклиматизировавшись морские создания могут рассчитывать на первоклассный сервис. Их кормят ничуть не хуже, чем постояльцев пятизвездочного отеля. Я настрогал примерно 10 кило кальмаров. А за целый день мы скармливаем примерно 33 кило кальмаров. После кальмаров я даю анчоусов и креветок. Нужно увериться, что рыбы адаптировались. Они очень любят кальмаров. Нелегкая работа поддерживает здоровье рыб, когда вокруг идет строительство. Каждый день, до тех пор, пока мы не откроемся и стройка не закончится, это испытание. В воду падают кусочки полистирола. Здесь пыльно, но у нас чудесная команда. Это прекрасно. Самое главное, чтобы вода была чистой. Ее берут из океана, предварительно обрабатывают, а потом отправляют в большую зону фильтрации, где 11 миллионов литров очищается чуть больше часа. Перед тем, как попасть в аквариум, вода проходит еще одну обработку. Вот почему мы так уверены, что вода пригодна для рыб, что соленость такая же, как в океане, и поддерживается нужная температура. Скучать не приходится, а великий момент открытия все ближе. Можно прийти в один день, и придется чистить акриловые волокна, чтобы сквозь них все было видно. В другой день придется перерывать песок. На третий день будешь кормить рыб с руки, учить информацию о животных, смотреть, здорово ли они. А завтра ты будешь двигать большие предметы по аквариуму. Эта бухта много веков кормила Дубай. Мы торговцы, мы купцы. Кто-то покупает что-то у нас, мы что-то продаем, нам что-то продают. Так и создаются отношения с соседями, с Африкой или Индией. Построить влиятельный экономический центр вопреки географии, климату и недостатку природных ресурсов. В пустыне ничего нельзя вырастить, очень мало воды, не хватает на всех. Но какой бы тяжелой ни казалась жизнь, для нас она не тяжелая. Мы прошли через худшее. Старинные деревянные доу до сих пор привозят на рынки продукты из других стран. Старый базар Дубая, своеобразный магазин, очень маленький. И что же в нем продают? Это кардамон, хорошо класть чай или кофе. Первый иранский, второй афганский, третий индийский. Здесь ты видишь мешки и тюки со всевозможными товарами. И я смешал шафран, имбирь, кумин, семена аниса, черный перец, руши и приправы для курицы, для всего. Восхитительно. Но никак не ожидаешь, что в этом магазине еще есть склад, где хранятся товары на 40 миллионов долларов. Этот семейный бизнес поставляет 15 тысяч тонн продуктов по всему миру в год. Склад забит до потолка и всегда остается современным. Сейчас как раз делается новое оборудование, которое проведет древнюю торговлю орехами и специями в 21 век. В новом складе поместится в три раза больше товаров, что облегчит товарооборот. Что самое важное, в нем будут гигантские контейнеры. Продукты по-прежнему привозят на деревянных долгах, но большинство товаров прибывает на больших контейнерных судах. Дубайский порт Джебе-Али – один из наиболее технически оснащенных в мире, что делает Дубай важным торговым центром. Это самые большие контейнеры в мире, и мы сможем работать с огромными объемами в два раза больше нынешних. В 2007 году через склад прошло 11 миллионов контейнеров. Это на 2 миллиона больше, чем в предыдущем. Только в этом порту массивные краны могут поднять за один раз 4 контейнера, что сокращает время разгрузки и загрузки вдвое. Дубай, использующий самые последние достижения техники, скоро станет самым футуристическим портом мира. Чтобы ускорить работу с контейнерами, мы создали портал, и теперь торговец сможет растамаживать товары через интернет, не выходя из офиса. Может платить пошлины электронными деньгами, связанные с другими властями, с которыми тоже можно общаться с помощью электронных платежей. У нас потрясающий спрос, особенно на новые машины. Вы знали, что здесь продают около 1000 машин в месяц? За границей та же ситуация, ведь во многих семьях есть до 4 машин. Через подобный рынок проходит 285 тысяч машин и четверть миллиона покупателей. Конечно, это один из самых крупных бизнесов в мире. Четверть всех машин идут на реэкспорт. Прочие остаются здесь. Спрос огромен и предсказывает, что в ближайшие годы он вырастет двое. Успех ждет не только автодилеров. Один из древнейших и ценнейших товаров сделал Дубай с центром торговли продуктом высочайшего качества. Мировой спрос на золото высок, как никогда, и Дубай здесь не уступает Швейцарии. Он поставляет около 500 тонн драгоценного металла в год. Большая часть оказывается на знаменитом золотом базаре или в модных магазинах города. У золота своя прелесть. Оно сверкает, оно более ковкое. Один из тех немногих металлов, которому можно придать любую форму. Люди делают из золота броню, делают колечки, делают короны. Я думаю, желтый цвет тешит и глаз, и душу. Чаще всего золото привозят в слитках, и из него делают украшения. Вот начальный размер слитка. Мы берем его и кладем в машину. Слиток много раз пропускают через машину. Он становится тонкой пластинкой. Оно такое мягкое, что теперь можно сломать руками. Теперь на весы. На этом этапе золото взвешивают и сплавляют с другими металлами для прочности и блеска. Например, вот чистая розовая медь. Если ее подмешать желтой, только желтое золото, она придаст розоватый оттенок. Так получается розовое золото. Вот этот сплав даст белый цвет. Ювелирное дело — это в равной степени наука искусства, сочетание творчества и кислот, химикатов и металлов. Все составляющие нагревают, пока они не расплавятся, и затем отливают кирпич белого золота. Золото 18 карат готово для создания украшений, которые делают почти так же, как и много лет назад. Искусственные мастера шлифуют и полируют золото, превращая его в украшение. Это древнее действие привлекает людей со всего мира. Мир сжимается, а бизнес Дубая продолжает расти. В следующей части мы вернемся к гонкам, но это будет совсем иной вид спорта, особенно великолепный здесь Дубая. Дрэк-рейсинг, парные гонки. Дрэк-рейсинг, парные гонки. Игамир, снова с вами, я Ковен Браш. Жители Дубая, несомненно, любят свои машины и быструю езду. Настолько, что в последнее время это стало проблемой. Молодежь гоняет по улицам на немыслимой скорости, и вот что придумал член королевской семьи построить трассу для дрэк-рейсинга. Пригласить инструкторов мирового класса, которые научат людей носиться на машине в безопасной обстановке. Этот спорт быстро завоевал популярность здесь. Сегодня проходит квалификационный заезд Мотоплекс. Любители дрэк-рейсинга надеются проявить себя. В нашей машине новый мотор. Промод, 8 цилиндров, большой блок, 870 кубов, работает на азотистых соединениях. Стив Косис приехал из США, чтобы помочь наладить спорт, и он доволен результатами. Потрясающий спорт, развивается. Ребята смело тратят деньги на новое оборудование. Размах увеличивается с каждым годом. Это дорогой спорт. Дорогая машина стоит 300 тысяч долларов, не считая запчастей. Мы отдали почти 100 тысяч за этот мотор от Хольтон Мотоспортс из США. Победитель заработает примерно 5 тысяч долларов. Сущие гроши по сравнению с суммами, которые вкладывают в эти машины, но они здесь не ради денег, ради славы. Это местные жители, я ими очень горжусь. Это Абдул и Дэнни. Они лично проверяют сцепление у своей машины, а еще пригласили человека аж из Америки, чтобы он помог со сцеплением. Абейт Аль-Кхави — ведущий гонок. Он взял все лучшее от Запада и добавил местный колорит, например, традиционное дубайское приветствие. Эта команда заинтересовала местного наследного принца. Ему так понравилась их машина, что он купил ее. Теперь он их спонсор. Бадер Али — совладелец и главный водитель команды. Бадер — один из самых старших участников гонки. Да, он начинал с малого, но теперь у него лучшие машины на Среднем Востоке. Мустанг Бадера может похвастаться двигателем в 3,5 тысячи лошадиных сил, который работает на чистом метаноле, у которого выше, чем у бензина, теловой КПД и выходная мощность. Мне нужен хотя бы месяц или еще 10 гонок, чтобы приобрести хороший навык обращения с этим двигателем. Этот монстр на максимальной скорости выдаёт целых 390 километров. Шина выдерживает всего 16 гонок. Случается, что из-за крайне высоких температур масло просачивалось на шине. Я сделаю всё, чтобы завоевать победу в гонках. Слева стоит Халид Аль-Балуши, побеждающий вот уже третий год. Сегодня он выставил две машины. Всё в порядке, и хорошая будет гонка, они в отличной форме. Это единственное место. На Среднем Востоке всего три трассы для дрэк-райсинга. Сложно ездить по пустыне, не похожей на западные траки. Песок и ветер сказываются на состоянии трассы. Дело её скользкое, неустойчивое, и водители и техники учатся прилаживаться к этим условиям. Сегодня будут гонки нескольких категорий. Первая — аналог 100-метрового забега для машин. Выигрывает самый быстрый. Лучшие в каждой категории встретятся завтра в финале. Первыми на трассу выходят самые маленькие машины. Ранний вечер — время для характерных развлечений. Первый день гонок прошёл без неожиданностей. Альид доволен своими машинами. Последние пару дней трасса была в плохом состоянии, но сегодня всё в порядке. Посмотрим, кому сегодня повезёт. Пока всё хорошо. Сегодня мы устанавливаем лучших. Бадер недоволен собой, несмотря на второе место. Перед финишем я отпустил акселератор из-за плохого состояния трассы, но я надеюсь, в следующем заезде смогу добиться большего. Бортовой компьютер следит за состоянием двигателя, ведущего вала исцепления. После гонки водители изучают эти данные, чтобы улучшить машину к следующему разу. Неровно работает ведущий вал. Он дёргается вверх-вниз. Этот график должен быть очень плавным, а значит, нужно уменьшить мощность. Айсмен или Шеннон Дженкинс, один из лучших гонщиков США, приехал помогать тренировать водителей и проверить их оборудование. Как они любят свои машины. Это будет великий спорт, они постоянно учатся. Что нужно знать в первую очередь? Меру. Когда не стоит перегружать машину, особенно такую, в стиле промот, как здесь. Шина изношена, и всё такое, машина не в порядке. Необходимо понимать, когда нужно ослабить хватку. Если ты не в порядке, остальное очевидно. То очень быстро въедешь в стену. Бадер выполнил домашнее задание, уверенно встречая второй день. Я понял, что случилось со мной вчера, и надеюсь, сегодня проехать хорошо. Тем временем Таки Садик усердно готовит машину к большой гонке. Все знают, что нелегко будет потягаться с более мощным мотором Бадера, но скорость — это ещё не всё. Важно, не сколько мощности можно выжать, а как заставить эту мощность работать на трассе. Кое с чем мы согласились, а кое-что добавили. Сегодня гонки собрали больше зрителей. Приехал шейх Мохаммед из Эмирата Ум-Эль-Кувейн, который совершает турне по окрестностям. Я вижу здесь много больших машин, вроде этой. Это быстрая машина. Меня потрясло, что мощность двигателя — две тысячи лошадиных сил. Это больше, чем в моём вертолёте. На галёрке собралась большая толпа. Сегодня их ждут три заезда. Впереди защищающий своё звание чемпион и нынешний фаворит Халик. Он вне конкуренции. А мустанг Бадера слишком мощный для атаки садика. На середине трассы Бадер теряет управление. Кажется, расшатались шины. Но он не снимает ногу с акселератора, всё ещё надеясь выиграть гонку. Пострадавший Бадер выбирается из машины. Похоже, мустанг принял на себя удар. Он в состоянии сам доехать до врача. Его отвезли в больницу, проверить, всё ли в порядке. Он немного сердит. Я его понимаю, он ведь хотел выиграть, рвался к финишу. Ну, главное, всё вошлось. После быстрого ремонта настало время финала. Халид пригласил водителей из Бахрейна. Это была жаркая гонка, но Халид сохранил титул чемпиона. Пора праздновать не только победу, но и самую яркую черту этого спорта в Дубае. Друзья, мы доехали до финиша. Трасса этой серии «Мега мира» закончена. Надеюсь, вам понравилось. Так же, как мне, с вами был Кевин Браш. До встречи. Это новое чудо свято. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok